Приветствую вас, и вы знаете, когда я читал ваше сообщение, у меня не покидало ощущение, что ваша девушка, она зависима от мужчины, с которым она встречается. То есть, смотрите, вы пишете, что она боится его, но тем изменения, несмотря на то, что она боится его, она все равно с ней, значит, он ее чем-то держит. Она говорит, что ей с вами хорошо, вам хорошо с ней, но при этом вместе вы быть не можете, потому что у нее есть парень, парень, которого она боится. В этой ситуации, поскольку то, что вы пишете, намекает не только на ее зависимость, но и на вашу зависимость от нее тоже. В этой ситуации вам нужно для начала определить для себя, чего вы хотите. Вот, по определению, если вы не можете никому выговориться, кроме нее, если вы срываетесь на друзей, то есть, в общем говоря, чувствуете себя одиноким, значит, так было всегда. То есть, у вас в этой девушке сосредоточена вся ваша энергия, все ваши мысли и вся ваша потребность, ну, скажем так, в обычном человеческом ощущении, то есть, кроме того, что вы ее любите, вы в ней очень сильно нуждаетесь. Значит, смотрите, какая получается вещь. Вы определяете для себя, чего вы хотите. Хотите ли вы, например, чтобы она была счастлива, и тогда вы стараетесь освободить ее от зависимости от ее права. То есть, вам нужно мягко, аккуратно, неторопливо, деликатно выяснять у нее, почему так выходит, что вот она, например, боится его, но при этом все равно с ним. Чего она боится, почему она его боится. Страх от ничего общего, например, со счастьем. Что ее удерживает. И попробуйте дать ей то, что ей нужно. То, что ее удерживает, но только более качественно, а может быть и в другой форме. То есть, немножечко обобщая, можно сказать, что вам нужно понять, что ваша девушка хочет, что ваша девушка любит, чем она нуждается, и показать ей, что вы именно тот человек, который может ей дать все, что она хочет. И если, значит, вы это сможете показать, что вы такой же надежный, веселый и так далее, она, я уверен, по крайней мере от него уйдет. Но это при том условии, если вы хотите именно ее считать. То есть, если вы любите ее и стремитесь к ней не для себя, а для нее. Поскольку вы говорите, что не хочется жить, и что вы там начинаете плакать, и что никому не можете выговориться, кроме нее, то у вас и у самого очень сильная зависимость. От этой зависимости тоже нужно избавляться. Избавляться как? Вот та часть вашего отношения. Когда вы хотите быть девочкой для себя, ради всего того же, что вы получаете, когда с ней. Вот это вообще не хочу жить, срываюсь с друзьями, близких, никому не могу выговориться. Это все потребность в ней. Но это потребность не в ней буквально. Это потребность в целом, что вы получаете через нее. Вот и с этим вам также нужно разобраться, что вы получаете через нее для себя. Чтобы, во-первых, не мешать одно другим, во-вторых, чтобы для себя определить, куда вам направлять свои силы. То есть, если вы хотите делать ее счастливой, и вам не важно, с вами она будет или нет, пытайтесь ей помочь. Если вам все-таки она нужна именно с вами, для себя, тогда она должна разобраться с вашими желаниями. И только тогда, только тогда вам станет легче. Когда вы поймете, по крайней мере, чего вы хотите, чего вам не достает или в чем, например, вы не уверены. И вот у вас есть девочка, через которую вы все это можете получить, конечно, вы за нее держитесь. Но то, что вы за нее держитесь, это ваша мать, не ее. Нужно делать обязательный акцент на том, что у нее могут быть свои желания какие-то. И вот тогда, тогда вам станет более яснее то, что вам делать дальше, в каком тебя с ней виски. Я думаю, что однозначно стоит попытаться направить ее на, как бы, истинный путь отношений. То есть, показатель, что взаимодействовать с мужчиной, которого она боится, это не самый лучший вариант. Нужно выйти в причины. Ну и вам не мешало бы также сделать свою любовь, свое отношение к ней немножечко менее эгоцентричным, то есть, менее завязанным на себе, в большей степени на нее ориентироваться. То есть, когда мы человека любим, мы хотим, чтобы он был счастлив. И нам, в принципе, все равно, где человек счастлив и с кем. Главное, чтобы он был. Ваша девочка не счастлива, и это позволяет вам ей как-то помочь. Но только, только в рамках достижения ее счастья. Это та допустимая норма ваших действий, которая, возможно, при наличии у вас именно искренней любви. Все остальное, это уже любовь скоростная. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, я хочу сделать его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!